Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Размер господдержки увеличился на 30%. Субвенции оленеводам теперь будут выделять исходя из количества голов в стадах. Соседские войны из-за дворового пса. В Алданском районе жители подозревают своего соседа в убийстве животного. Возвращение на малую родину в Москве прошла церемония передачи личного архива дочери Максима Амосова. Мост через Лену будут строить на основе концессионного соглашения. Такое решение было принято совместно с правительством России. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сказал руководитель Якутии Егор Борисов. Это крупный проект. Большую инициативу проявляют инвесторы. С правительством России принято решение реализовать его на основе концессионного соглашения, отметил Борисов. Ранее наш телеканал сообщал, что правительство страны поддержало проект строительства мостового перехода. Он позволит повысить круглогодичную транспортную доступность населения в семь раз. Объект строится на пересечении трех федеральных дорог. Также к месту будущего объекта уже подведена железная дорога. Объем господдержки на содержание оленеводства вновь увеличился. По сравнению с прошлым годом сумма возросла на 30%. Об этом сообщили во время парламентских слушаний. Темой разговора стало наделение органов местного самоуправления полномочиями по поддержке домашнего оленеводства. До этого года размер субвенции определяли на основе количества стат, исходя из фактической численности работников оленеводства. В соответствии с новой методикой с этого года учитывают количество оленей. При этом потребность в денежных средствах для содержания одной особи рассчитана с учетом нормативной выручки и расходов. По итогам 10 месяцев оленеводческие хозяйства израсходовали более 600 миллионов рублей. Львиную долю из этой суммы составляет заработная плата. Аптическое количество по гулой линии по данным государственной статистикой на 1 января 2017 года сельхозяйственных предприятий оленеводственных предпринимателей составляет 149 560 голов. По сравнению с началом 2015 года уменьшилось на 2%. По сравнению с началом 2016 года увеличилось на 2,9%. На 1 ноября текущего года по оперативным данным управлению сельскохозяйства УЛУСов численность работников оленеводческих бригад составляет 1504 человек. По данным годовых угарственных отчетов оленеводческих хозяйствах за 2015 год сельнегалово численность работников оленеводческих бригад составляет 1626 человек. Якутские врачи вновь провели операцию по кахлеарной имплантации. Они подарили шанс на полноценную жизнь еще шестерым детям с рожденной глухотой. Как и в предыдущие разы, для проведения операции в Якутск приехали руководитель научно-клинического отдела заболевания уха доктор наук Диаб Хасан и руководитель научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации Антон Мачалов. Они отметили высокое мастерство и профессионализм якутских коллег, которые выполнили последние трудоемкие операции самостоятельно. Смерть дворового пса стала причиной конфликта между жителями поселка Ленинский Алданского района. Жильцы уверены, что собаку отравил сосед. Тот, в свою очередь, приводит аргументы, согласно которым убить пса он не мог. Кто же виноват в смерти собаки, постарались разобраться наши корреспонденты. В двухэтажке под номером 8 по улице Первомайской поселка Ленинский больше нет общего друга и охранника. Пес, которого жильцы нарекли шариком, погиб в страшных мучениях. Все его гладили. Он подходит и по улице идет, и вот сразу, он меня в автобус провожает, аж в автобус лезет. У песика был единственный недостаток. Он доверял людям, за что и заплатил собственной жизнью. Рвота, спутанность сознания, нарушение координации, жуткий крик и конвульсивные попытки убежать от разрывающей нутро боли. Наблюдаемая картина навела жильцов на мысль об отравлении. По их мнению, это мог сделать только один из соседей. Не пойманный, не вор. Но это дело его рук. Больше никого. Только в нашем подъезде это творится все время. И только в нашем доме, в нашем подъезде. Погибший пес, на свою беду прибившийся к подъезду, стал не первым. Похожую смерть кошек и собак жильцам наблюдать доводилось. Животные тянутся к этому дому. Здесь их кормят. Надежда Греку стремится помочь бродяжкам хотя бы чем-то. Своих пятерых котов и кошек Надежда Николаевна в свое время нашла на улице. Сказал, что развела тут собак, тут кошек, собак. Прикормила тут всех. Через стенку от Надежды Николаевны проживает тот самый Анатолий. Когда речь заходит о кошках и собаках, обитающих в подъезде и в соседней квартире, мужчина не может сдержать эмоции. Штук пять кошек. Куда есть столько кошек? И вот они везде гадят, ходят. Если от кошек стоит специфический запах, то собаки несут реальную угрозу, говорит Анатолий. Прихожу с работы, меня не пускают в квартиру. Рычит, тут стоит. На прямо поставленный вопрос о травле собак и кошек Анатолий отвечает кратко и по существу. Как я могу отравить? Я что, бегать буду, зайдусь тут. То есть вы этим не занимались? Нет, конечно. Нет, конечно. На чьей совести гибель собаки? Вопрос, по большому счету, не принципиальный. Важно иное. Пока подобные явления имеют место, жестокость и зло в обществе неискоренимы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. В арктические районы республики выполняют чартерные рейсы со свежими овощами, фруктами и скоропортящимися продуктами. Лишь в декабре в Алайховском районе было выполнено 2-4 тонны социально значимых продуктов и овощей доставили вертолетом Ми-8. А на этой неделе в поселке Чекурдах ожидается еще один рейс. Между тем население отмечает широкий ассортимент продуктов в магазине Якутапторга. Сейчас, например, идет акция. Акция у нас, то есть пониженная по закупке цены социально значимые продукты. На данное время у нас уже было два чартерных рейса. То есть один рейс мы обслужили население наше, продано 4 тонны. Это овощи, фрукты. И также сейчас, в данное время, ведем обслуживание наслега. В Оленигорск отправили мы понедельник. Это будет Берелях-Быгнер. 20 во вторник у нас рейс ожидается на наши социально значимые тоже продукты. Личный архив дочери Максима Амосова будет храниться в поселке Хатыры Кнамского района. В канун 120-летия выдающегося политического деятеля Якутии в Москве прошла церемония передачи документов. Подробнее об этом далее. Родные и близкие дочери одного из основателей якутской государственности Лены Максимовны Амосовой подготовили ее личный архив, чтобы передать его на якутскую землю, а именно в поселок Хатыры Кнамского улуса. Здесь письма, документы и именные знаки заслуженного работника народного хозяйства Якутской ССР, лауреата государственной премии республики имени Максима Кировича Амосова, лауреата премии главы республики Сака-Якутия, ветерана труда и многие другие. Цель моего визита сегодня это передача, в общем торжественная передача, передача всех знаков и медалей, которые были у Лены Максима Амосовой. И там 18 этих самых знаков, еще кроме этого есть удостоверения, для которых знаков не нашлось, но во всяком случае это все начиная с очень давних времен, в том числе есть знак за победу в социалистическом соревновании 1976 года. Мне ясно, что эти знаки не только семейные реликвии, но они должны свидетельствовать о том, какие люди были в фокусе внимания якутского народа. И, конечно, обязательно с нашей точки зрения должно храниться музей. Фамилию и имя деда Максима Амосова с гордостью носят его внук. Я очень благодарен тому, что вот мама моя и папа трепетно относятся вот к этому наследию. Мама положила много сил и нервов, чтобы открыть новые документы. Ну, об этом, наверное, будет речь не только от нас. Это известные факты уже. И вот это вот историческое наследие нашей семьи, оно не глохнет, оно продолжается. Поэтому большая заслуга, во-первых, Максима Кирыча, во-вторых, Раиса Израильна и их дочерей. Вот и мама моя много сделал для того, чтобы это не загасло. И папа мой согласился, чтобы я вот носил это имя и фамилию. Для меня это большая радость. Сегодня вот Владимир Михайлович Максима вместе взяли на себя ответственность для того, чтобы ее имя, ее знаки, ее след в этой жизни остался и жил в памяти нашего народа. Моя задача как раз их отвезти. И как раз 22-го, день рождения Максима Кирыча Амосова, юбилейный, 120-й день рождения, я перед общественностью нашей республики вручу директору музея Хатырыкского и главе намского УЛУСа Александра Павловича Атласова, вот эти реликвии для того, чтобы они были достоянием республики, чтобы каждый год республика 27 апреля начинает жить. Именно доброе утро мы встречаем в этом музее. Елена Максимова будет с нами. Я, кстати, очень рад, что так случилось. Дата передачи архива была выбрана не случайно, а именно к 120-летию со дня рождения Максима Кировича Амосова. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НБК САХА, Москва. Долгие зимние вечера проводят теперь весело и с пользой жители Покровска. Вот уже год в Центре культуры проводят интеллектуальную игру «Квиз». В игре могут участвовать все жители района и не только. А в финальной игре участвовали команды, которые оказались лучшими по итогам года. Саргалан Ильина расскажет подробнее. Идея проводить интеллектуальную игру принадлежит Татьяне Павловой, специалисту Центра культуры. «Квиз» — это с перевода с английского, это как задание, вопрос. И поэтому здесь, как вы уже заметили, что все вопросы считаются и записываются командной сообща. Тут никто не выкрикивает, дается просто определенное время, и от соответствующих бланков записываются. Эта игра проходит один раз в месяц. Соответственно, после трудового дня, ребята собираются, создаются команды среди интеллектуалов различных профессий. Оказалось, многие хотят состязаться в силе интеллекта. В финальной игре участвовало 7 лучших команд. Много раз в капитанской игре побеждал Александр Худаев, учитель Покровской гимназии. Он и заслужил звание лучшего капитана. Приезжает участвовать в игре и команда из Якутска. Просто хорошо, что Покровский вот такая. Например, в Якутске там есть много квизов. Там спортивные, музыкальные, вот суперфинал. Много разных квизов. Вот сейчас вот тут как бы общий, тоже очень интересный. На вопросы из области литературы, кино, музыки, спорта, истории наибольшее количество правильных ответов дала команда патриотов и вырвала победу у соперников. Кубок победителя и 15 тысяч рублей заработали лучшие знатоки. Большинством голосов мы решили пожертвовать третью часть, благотворительный фонд «Бумеран Добра». Ну это вот проект Покровских активистов. Они покупают подарки и раздают их нуждающимся семьям. Деньги на благотворительность, отличное предновогоднее настроение подарили себе в итоге организаторы и участники мероприятия. Сарглана Ильина, Александр Ирков, НВК Саха, Хангалаский УЛУС. А вот о чем мы расскажем в вечернем выпуске новостей сегодня в 20.44. Работа на местах в Якутске началось традиционное собрание органов местного самоуправления. Какие вопросы обсуждают в первую очередь? Несколько сотен тонн ежедневно с развитием интернет-торговли объем посылок, отправляемых и получаемых на почте увеличился. Еще большей востребованностью почтового сообщения становится в преддверии Нового года. Удачный выходе гулять в приполярном городе стартовал новогодний фестиваль. Несколько тысяч жителей вышли на улице, чтобы зажечь главную елку. А к этому часу у нас все еще больше актуальных новостей. Всегда можете найти на портале nvkonline.ru. Хорошего вам дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова